Приветствую вас. Юлия, смотрите, вы говорите о том, что вам 25 лет, что вы встречаетесь в Павне, у него двое маленьких детей, воспитываетесь сам. Если вы говорите об этом маме, она будет кискоричек против. Как вам быть? Спрашивайте вы. Честно говоря, не очень, не очень понятно, как именно вам быть. То есть, быть чтобы что, чтобы что. Быть чтобы что, вы спрашиваете, то есть, чтобы что. Вам, чтобы она была довольна вашим мужем, мужчине, мужем или как. То есть, вам 25 лет, вы взрослый человек, а вы вполне способны самостоятельно решать, с кем вам быть, с кем вам встречаться. Вот. И при чем здесь вообще, так говоря, мама? Если вас волнует ее мнение, то, ну, очевидно, что вы от своей мамы не совсем еще эмоционально отделились. И это говорит о том, что вы с ней еще находитесь в таких, ну, связующих, условно говоря, отношениях. Вот. И это, конечно, повод для того, чтобы немножко встревожиться. Это повод для того, чтобы немножко поразмислить над тем, куда вы движетесь. Например, чего вы хотите, например, в какую сторону вы направляетесь, например, да, и на что вы ориентируетесь, находясь с мамой? То есть, вы ориентируетесь на себя или вы ориентируетесь на, допустим, маму, которая будет недовольна тем, что у вашего мужчины есть дети. Вот. Понимаете? Поэтому складывается такое вот впечатление просто, что вы не совсем уверены в себе, да? Да, складывается такое ощущение, что вы не уверены в себе, вы в себе не слишком доверяете. А, вот. И хотите, чтобы она одобрила, ну, вот, то, что вы делаете, чтобы она одобрила ваш выбор. Боитесь, как бы, боитесь, как бы, одобрения, да, боитесь всё, не знаю, может быть, гнева и так далее. И вопрос, он, на самом деле, достаточно простой. Природа такой вот, в зависимости от мамы. Вот. Именно природа. Именно природа. Вот. Так, ну, да, будет мама недовольна, да. Согласна, она будет недовольна. Скорее всего. Хорошо ли это? Это нормально. Многие-многие родители недовольны выбором своих детей. Вот. Как это влияет на вас? Никак. Не влияет никак. Если вы, к примеру, не уверены в себе. А если вы в себе не уверены, то да, это очень-очень-очень-очень-очень сильно влияет. Потому что мама чувствует, что вы, так сказать, вплывёте, что вы, так сказать, в себе сомневаетесь. Вот. Мама это чувствует. И да, она будет давить, она будет пытаться вас защищать. Она будет пытаться вас защищать тем, кто против. Но по итогу вам нужно задать в себе вопрос, а чего мама хочет для меня? Хочет ли она для меня того же, что и я хочу для себя или нет? Вот в чём вопрос. И если она не хочет для вас того же, что и вы, какое значение имеет то, что она будет против? А если того же, то вам нужно просто доказать ей, что вы хотите того же, что и мама. Просто она, мама, этого ещё не понимает. Она, мама, в этом ещё не отдаёт себе отчёт. Она ещё не видит, что вы обе хотите для вас одного того. И чтобы она это увидела, вам необходимо систематично, вам необходимо, последовательно, периодически, стабильно, неуклонно демонстрировать ей, что вы знаете, куда вы идёте, вы знаете, что вы делаете. И что тот опыт, который вы получите, да, может быть не самый приятный, он ваш, и он вам в общем и целом нужен. Так же, как и любой, любой абсолютный опыт нужен человеку. Вот. Поэтому не совсем понятен ваш вопрос, понимаете. То есть, вы, вот, своим текстом, да, хотите сказать, что мама против, всё, я не знаю, как мне быть. Ну, вы же не маленький ребёнок, правильно. Вы же же взрослая, и вы знаете, чего вы хотите. И более того, вы в какой-то степени уже сделали даже свой выбор. То есть, вы сказали, что вот, вот, у меня есть, у меня есть мужчина, да, вот, у меня, у меня мужчина, и я хочу быть, и мне плевать на то, что у него там дети и прочее, прочее, прочее. Вот. Это позиция. Это ваша позиция. Она, это позиция, она может быть, ну, она может подвергаться сомнению, вот. Это нормально, совершенно. Вот. Ну, то есть, нормально, что, что ваша позиция может подвергаться сомнению. Вот. Ну, так, а, например, например, разве не означает, эм, тот факт, что, эм, ваша позиция подвергается сомнению, эм, что вы идёте в правильном направлении. Потому что, э, что, что будет, если, э, мама, да, вот, что будет, если ваша мама, допустим, э, одобряла, что бы было, если бы ваша мама одобряла бы, э, вот, то, что, ну, то, какой живёт. То есть, это всего лишь означало бы, что вы поступаете так, как мама, вот, хочет. То есть, не вы, а, у меня всё надо. Ну, понятно, что у вас включается, возможно, такое вот детское состояние немножечко, вот, и вы, э, э, а, э, кто, может быть, включает, вот, в, э, ну, вот, в, э, в ребёнка. Вот. То есть, ну, включается, становится в ребёнка. Вот. Ну, я думаю, что это корректируется, э, э, психотерапия, это корректируется достаточно успешно, вот, при, э, ну, при желании ваш, конечно, э, в этом, в этом направлении работать. Вот. Вот. И всё. Вот. И случайно, очевидно, что мама вам, она, вот, своим, э, ну, своим, э, таким поведением, она вам, э, даёт, э, что-то, чего не хватает. А, э, э, вам, э, самой. То есть, вот, одобрение мамы, вам для чего-то нужно, вот, очень, э, важно, на мой взгляд, понять, э, для чего она вам нужна. Э, э... То есть, мне кажется, что, э, ну, у вас еще не пришло, вы еще не пришли, э, э, к пониманию, что, э, а, что живете вы только. что внимательно живет вашей жизнью, а вы, и что счастье, которое вы можете испытывать, например, счастье, оно только, только ваше счастье, что кроме вас, счастье больше никто испытать за вас не может, не может. Ну, еще в свои поступки, да, нужно отвечать, в свои поступки, да, приходится отвечать, ваши поступки, да, могут не нравиться людям, это нормально, это нормально. Ну, я думаю, что на этом, в принципе, можно закончить мой ответ, вот, потому что дальше требуется уже непосредственно работа с вами, я так, ну, я так, полагал, вот, ну, здесь, так иначе все время от того чего вы хотите, ну да. Вот, такой можно дать вам ответ, я надеюсь, что вам это было как минимум полезно, если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам опираться только на себя, в своем, ну, в своем жизненном поведении, пути, вот, удачи вам, всего самого доброго.